На Беларусь 4 программа де-факто. Мы подводим итоги недели. Вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайная ситуация. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Привет из 90-х. В Гомеле повторно задержали бывшего члена банды Морозова. Выйдя на свободу, он взялся за былое. Хотели потратить деньги на ненужную мелиорацию. Госконтроль вернул в бюджет 75 тысяч рублей. Пока пьяная мать спала в комнате, ее 4-летний ребенок выпал из окна многоэтажки. Подробности жуткой истории. Травматизм на производстве в причинах и последствиях разбирался Алексей Немкевич. А также красные правила охраны труда. О тенденциях и мерах по обеспечению безопасности рабочих поговорим с экспертом. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В Светлогорском районе пьяный за рулем собрал на багажник 5 человек. ДТП произошло на выезде из райцентра в сторону Соснового Бора. На этом месте сотрудники ГАИ оформляли происшествие с участием Ниссана и Опеля. Как вдруг на большой скорости мимо пронесся автомобиль Ровер. Он столкнулся с Ниссаном и машины Юзом понесло к обочине, зацепив по ходу 5 человек. Все пострадавшие были госпитализированы. У одного черепно-мозговая травма, четырех после осмотра отпустили домой. Водители отправили на свидетельствование. Гомельским городским отделом Следственного комитета закончено расследование уголовного дела по факту убийства женщиной своего мужа в начале мая. Тогда семейная ссора закончилась плачевно для обоих супругов. Аргументом правоты послужил кухонный нож, которым раздосадованная хозяйка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила в грудную клетку супруга. Лезвие ножа повредило легкое и задело артерию. Дело передано в прокуратуру для ознакомления и направления в суд. В последний день лета 26-летний водитель, управляя автомобилем БМВ и двигаясь в Гомеле по Рическому проспекту, совершил наезд на автомобиль Opel Zafira, который собирался выполнить поворот налево. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Saab, а БМВ на Subaru и дальше за пределы проезжей части на тротуар. Пострадал пассажир. На следующий день уже в желобине вождение в нетрезвом виде привело к трагедии. Из-за пьяного лихача на Volkswagen погиб мужчина, который управлял автомобилем Opel. Нарушитель выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Водитель встречной машины погиб. Его пятилетний ребенок, который находился в автокресле, госпитализирован. И снова как в лихих 90-х бывшего бойца банды Морозова, которая некогда была самой крупной преступной группировкой региона и более 10 лет совершала жестокие преступления, задержали за вымогательство в Гомеле. В свое время он был приговорен к 11 годам лишения свободы. В 2012-м вышел досрочно. В этот раз попался мужчина на том, что помогал знакомому бизнесмену выбить деньги из должника, причем достаточно жесткими методами. Однако с самого начала за всем внимательно следили оперативники. И в момент, когда бандит начал угрожать бизнесмену оружием, группа захвата провела задержание. Два угона, две попытки угона и кража магнитолы. В одном из микрорайонов Гомеля за один день сразу пять машин пострадали от автоворов. К слову, свой выбор преступники останавливали на продукции советского автопрома «Жигули» шестой и седьмой моделей. Подозреваемых установили благодаря совместной работе оперативников и экспертов. Ими оказались 23-летний неработающий житель поселка Пионер Гомельского района, а также судимый ранее за кражу 17-летний житель агрогородка Урицкая. Почти две сотни нарушителей белорусской границы задержали в Лельческом районе. Выдворять из страны пришлось с помощью кнута. Как оказалось, проигнорировало таможенное оформление стада коров и 16-летний пастух из деревни Познань Ровненской области. После соблюдения необходимых формальностей нарушителя и животных передали украинской стороне. Это, кстати, уже третий подобный случай с начала года на этом участке границы. В Светлогорском районе на ненужную мелиорацию хотели потратить 75 тысяч рублей, но бесцельно выбросить деньги на ветер помешал госконтроль. Сотрудники ведомства обнаружили по итогам мониторинга факты необоснованного завышения площади мелиорируемых земель. Как оказалось, в проектно-сметную документацию были внесены территории, которые уже находятся в обороте сельхозпредприятий и в мелиорации не нуждаются. Это привело к удорожанию работ по изменению состава почвы на 37 тысяч долларов. Деньги возвращены в бюджет, а нарушители теперь разбираются с правоохранительными органами. В Гомеле во время ремонтных работ на чердаке жилого дома по проспекту Ленина рабочие обнаружили две советские гранаты. При разборке конструкции боеприпасы времен Великой Отечественной упали на перекрытие. Рабочие остановили работы, сообщив о находке правоохранителя. Жильцы дома были эвакуированы, а гранаты вывезены и уничтожены. Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения табака для кальяна. Товар обнаружили в автобусе, который следовал из Украины в Литву. 40 килограммов табачной смеси водитель скрывал под матрасом спального места и за санитарным блоком технического помещения. В ходе разбирательств мужчина пояснил, что ему предложили перевезти табак в Литву за вознаграждение. Его оценочная стоимость составила 2000 рублей. Завершился суд над гомельчанином, который создал канал поставки из России в нашу страну особо опасных наркотиков. Кроме того, мужчина обвинялся и в сбыте. Напомним, задержали наркодилера в марте этого года. В его автомобиле правоохранители обнаружили фасованный амфетамин, кокаин, гашиш и марихуану. Как пояснил задержанный, все это он приобрел в Москве для личного потребления. По итогам суда гомельчанин приговорен к 10 годам лишения свободы. Закончилось лето. Дети снова вернулись в школы и детские садики. Рассказы большинства из них переполнены впечатлениями и радужными воспоминаниями о прошедшем отдыхе. Но, к сожалению, не все воспитанники и ученики смогли сесть за свои парты. А некоторые не сделают этого уже никогда. О чрезвычайных ситуациях, в которые попадали подростки, оставшиеся без присмотра взрослых и советах родителям, как уберечь детей, в следующем материале. Лето в этом году выдалось достаточно жарким. Многие жители нашей области открыли купальный сезон еще в мае. Пик семейного водного мациона пришелся на июль-август, а некоторые продолжают проводить время у водоемов еще и в эти сентябрьские дни. Между тем, судя по статистике, именно вода принесла больше всего несчастья этим летом. Пятеро детей больше никогда не сядут за парты. Одна из основных причин гибели детей – это недосмотр взрослых, а порой их халатность при обеспечении безопасности несовершеннолетних. Так, из пяти в трех случаях дети были привезены купаться в места, не предназначенные и опасные для купания. И старшие, которые с ними находились, не находились рядом с ними в том водоеме, где происходило это купание. Сводки госавтоинспекции были менее трагичны. Никто из несовершеннолетних не погиб. Однако за лето на дорогах области произошло 19 ДТП с участием детей. Столько же ребят получили травмы различной степени тяжести. В той или иной мере ответственность опять на взрослых. Зато детскую гибель на пожарах удается сдерживать на нулевой отметке. Но не обошлось без других чрезвычайных ситуаций, произошедших из-за недосмотра родителей. В Будо-Кошелево на прошлой неделе в одной из многоэтажек из окна балкона третьего этажа выпала четырехлетняя девочка. Мама ребенка, понадеявшись, что за дочерью присмотрит знакомая, у которой гостила, после застолья со спиртным легла спать. Малыши двух и четырех лет развлекали себя разными играми. И хозяйка также решила подремать, посчитав, что с детьми ничего плохого случиться не может. Дверь на балкон и окно на улицу были открыты. Уважаемые родители, достаточно одного мгновения, чтобы обычная ситуация обернулась бедой. Предвидеть, конечно, все невозможно, но предусмотреть многие вещи в силах каждого родителя. Помните важное правило. Никогда не держите окна открытыми, если дома находится ребенок. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Москитная сетка способна удержать только насекомых, но не вес ребенка. Не приучайте малышей смотреть в окна. Уберите от окон диваны и стулья. Установите на окнах блокираторы, чтобы ребенок не мог открыть их самостоятельно. И помните, жизнь ваших детей в ваших руках. Ответственность взрослых за детей обуславливается не только ограждением их от всякого рода чрезвычайных ситуаций. Родители обязаны их воспитывать, заботиться об их физическом и психическом здоровье, а также нравственном развитии. Не секрет, что многие школьники после занятий предоставлены самим себе. Большую часть времени проводят на улице без присмотра родителей, и эти прогулки затягиваются до поздней ночи. Складывается впечатление, что некоторые родители воспитание своего ребенка отодвинули на последнее место, что также чревато последствиями. Закончилась летняя оздоровительная кампания, но в начале сентября есть случаи и факты, когда несовершеннолетние находятся в вечернее ночное время на улице и совершают противоправные деяния. Также зафиксированы случаи, когда в отношении также несовершеннолетних со стороны или подростков, или со стороны взрослых лиц, также совершаются какие-то физические деяния. Последние случаи, которые были характерны, это в городе Мозырь, где подросток был подвергнут физическому насилию со стороны группы лиц. Поэтому мы не раз предупреждаем взрослых о том, что надо быть внимательны, надо отслеживать нахождение своих детей в вечернее ночное время. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь в отношении родителей, которые не обеспечили сопровождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, после 23.00 на улице предусмотрено наказание в виде штрафа до двух базовых величин, при повторном нарушении от двух до пяти. Придавило упавшими бревнами, прижало дверью хлебовоза. В Гомельской области растет число пострадавших на производствах. Только с начала года более полусотни случаев травматизма. Кто виноват и что делать, если наниматель закрывает глаза на безопасность работников? Ответы на эти вопросы в материале Алексея Немкевича. Свежеразметка и ровные ряды автомобилей. Ничего не говорит о том, что здесь еще несколько месяцев назад инспекторы охраны труда нашли нарушения. На сегодняшний день мы можем видеть, что в организации обозначены проходы для работников, в том числе дорожки через проезжую часть. Обратите внимание, обозначены соответствующим образом противооткатные упоры. Это нехитрая деталь, которую еще называют башмаком, способна удержать машину на неровной поверхности. Упор работает фактически как стояночный тормоз. К слову, игнорирование использования последнего может дорого обойтись. Чтобы выехать из кармана рампы, водитель должен был приподнять немного гидробор. Для этого необходимо было завести автомобиль. Водитель подошел к автомобилю, не залазя в кабину, не убедившись, что автомобиль зафиксирован ручным стояночным тормозом, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, не выжив сцепление. Он, стоя на земле, включил зажигание. Автомобиль, который стоял на задней передаче, поехал назад. И водитель был зажат дверью кабины открытой к правому углу кармана рампы. В результате из-за грубого нарушения инструкции по охране труда мужчина получил тяжелую травму костей таза. Восстановление заняло несколько месяцев. Сейчас он полностью поправился. С ним проведены все необходимые инструктажи, в том числе и неплановый инструктаж. Был направлен на комиссию, после чего комиссия признала его полностью пригодным к работе. А вот еще один случай на этот раз на деревообрабатывающем предприятии. Здесь, правда, виновным оказался не работник, а наниматель. Но итог тот же – серьезные травмы. Выполняя работы возле штабеля из бревен, произошло разрушение данного штабеля. И падающими бревенами был тяжело травмирован данный работник. Причина данного несчастного случая заключается в том, что уполномоченными должностными лицами нанимателя не были соблюдены требования безопасности по созданию здоровых безопасных условий труда. А именно, не соответствовал угол складирования данного штабеля и не было упоров, препятствующих раскатыванию данного бревен. О том, что такие случаи на производствах – не редкость, говорит статистика. Только тяжело травмированных за прошлый год в регионе 44 человека. В текущем – на 6 больше. Лидирует в этом списке Гомель. На него приходится более 10 случаев. Далее идет Жлобинский район. Стоит отметить, что от несчастного случая не застрахованы не только рабочие на заводах и фабриках, но и офисные сотрудники. К производственным травмам относятся любые повреждения, полученные на рабочем месте. Даже если, к примеру, вы повредили ногу, спускаясь к себе в кабинет. Разбираться в случившемся, если последствия серьезные, будут здесь, в Департаменте Государственной инспекции труда. Мы рассмотрим все жалобы в соответствии с законодательством. Если будет вина нанимателя, обяжен наниматель создать здоровые и безопасные условия труда, также привлечем его к административной ответственности. Также можете получить квалифицированную юридическую помощь в плане трудоустройства, правильность оформления документов и приема увольнения на работу. Сейчас специалисты расследуют трагический случай, произошедший около городской спасательной станции. Там 4 августа из СОЖа достали тело погибшего водолаза. Инспекторы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Например, было ли необходимо выполнять погружение вечером, когда все плановые работы произвели еще днем. И почему водолаз в нарушении инструкций делал это в одиночку. Алексей Немкевич, Павел Антонов. Специально для программы «Дефакто». Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, которой удалось сохранить после развала Союза более 50% производственных предприятий. Да, были сложные времена. Не всегда с работой было гладко. Последствия мирового финансового кризиса и обвала на рынках соседних стран мы ощущаем до сих пор. Но производства торговых компаний в нашей стране меньше не стало. Наоборот, открываются новые промышленные предприятия, делается акцент на экспорт, подключаются частные инвестиции. И основа этого важного процесса – люди. Сохранность их здоровья, обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте – главная задача работодателя. Выполнение этого условия – залог устойчивости и надежности любой компании. Об уровне охраны труда в Гомельской области и тенденциях производственного травматизма поговорим с первым заместителем начальника Гомельского областного управления Департамента Государственной инспекции труда Виталием Дюнтиковым. Виталий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Евгеньевич, Ваше ведомство занимается охраной труда на территории всей Гомельской области. Каково реальное положение дел в этой сфере? По оперативным данным Департамента Госинспекции труда в Гомельской области сейчас наблюдается за истекший период 2018 года снижение уровня смертельного травматизма. В 2017 году было 14 несчастных случаев со смертельным исходом, в этом году у нас 12. Но продолжается рост у нас производственного травматизма с тяжелым исходом. У нас было в 2017 году 44 несчастных случая, за истекший период в 2018 их стало уже 52. Я считаю, что рост производственного травматизма обусловлен тем, что появились недобросовестные работодатели, которые, воспользовавшись тем, что сейчас введен мораторий на проведение проверок, расслабились и снижают свое внимание по отношению охраны труда. Но, опять же, мы продолжаем осуществлять надзорную деятельность в рамках проведения профилактических мероприятий, и поэтому считаем, что мы по итогу года добьемся снижения уровня производственного травматизма в Гомельской области. Чтобы телезрители понимали, в рамках этого моратория вот раньше какое количество было проверок и какое количество сейчас за, допустим, определенный период времени могут проводить ваше ведомство? Ну, просто раньше было, да, где-то полторы тысячи проверок, то есть были плановые проверки, внепланы. В настоящее время наша деятельность больше направлена на профилактику, то есть проведение мониторингов, обследований. В этих случаях какие-то административные воздействия к нанимателям, если они добросовестны и выполняют наши рекомендации, не применяются. С какими проблемами сталкиваетесь при мониторинге предприятия? Ну, при проведении мониторингов предприятия можно проводить только с его согласия. Бывают такие предприятия, которым направляешь письмо с просьбой провести у них мониторинг законодательства об охране труда, они просто отказываются. И в связи с этим мы не можем попасть на данное предприятие. Проблема как-то решается? Проблема решается на уровне местных исполнительных органов, которые также осуществляют контроль со соблюдением законодательства об охране труда на территориальном уровне. И уже совместными усилиями мы добиваемся того, что мониторинги все-таки проводим и ситуацию держим под контролем. Виталий Евгеньевич, обобщите, пожалуйста, главные причины производства травматизма на территории Гомельской области. Ну, анализируя материалы специальных расследований проведенных несчастных случаев, хочется отметить, что по-прежнему основные причины – это причины организационного и личностного характера. Но с каждым годом их процент уменьшается. Это такие причины, как нарушение потерпевшими требованиями инструкции по охране труда, трудовой и производственной дисциплины – это порядка 18%, неисполнение должностными лицами обязанностей по охране труда – порядка 17%, неуполнение руководителями обучения, проверки знаний, инструктирования работников – это порядка 10%. Хочется отметить, что эксплуатация оборудования неисправного составляет порядка 7% в этом объеме. Что согласно наличию алкогольного опьянения, то данный процент составляет у нас в области за истейший период 3%. То есть совсем минимальный процент, потому что, как мне кажется, ранее, буквально лет 8-10 назад, это был существенный фактор. Хочу отметить, что из 12 несчастных случаев со смертельным исходом и 52 с тяжелым исходом у нас, как я сказал, два несчастных случая только в состоянии алкогольного опьянения. Один со смертельным исходом и один с тяжелым исходом это в организации Жлобинского района. Но вместе с тем, мы 7 несчастных случаев, когда работник находился в состоянии алкогольного опьянения, квалифицировали как непроизводственные. Два из них со смертельным исходом, когда работники на рабочем месте отравились от этилового спирта. Если работник получает травму, и в этом усматривается вина работодателя, то как действовать работнику? Как возможно ли получить компенсацию? Чтобы получить страховые выплаты при получении травмы, работник обязан сообщить нанимателю, что с ним произошел несчастный случай, далее будет проводиться расследование несчастного случая, и по итогам будет составлен акт формы Н1, с которым работник обязан, должен, в случае наличия утраты у него нетрудоспособности, либо родственники погибшего, должны обратиться этим актом в Белгострах. И уже Белгострах производит страховые выплаты работнику, либо семье, родственникам погибшего. Другой аспект – это наличие у работодателя коллективного договора. Там тоже прописывается, что в случае наличия вины нанимателя, работник, имеющий увечья, либо родственники погибшего, имеют право на выплаты. В этом случае работнику, либо родственникам, необходимо обратиться с заявлением к нанимателю, чтобы он производил данные выплаты. То есть, если в коллективном договоре не указан этот пункт, то, в принципе, трудно будет добиться выплат работнику. Это правильно поднимается? В любом случае выплаты производит Белгострах, потому что у нас все работники застрахованы в Белгострахе. Но выплаты, опять же, производятся только в случае наличия у работника трудового увечья, утраты трудоспособности, либо смерти. Если он выздоравливает и у него все восстанавливается, выплаты только производятся больничные в 100% размере. Бывают и обратные ситуации, когда работники получают травмы и пытаются в этом ввинить работодателя, хотя усматривается напрямую их вина. Как действовать работодателю в данном случае? В любом случае, есть ли вина работодателя или нет, проводится расследование частного случая. Если он признается производственным, составляется акт формы Н1. Уже если в ходе расследования будет установлено, что работник допустил нарушение, которое можно признать грубой неосторожностью, тогда в акте Н1 указывается степень вины потерпевшего в процентах. И уже Белгострах уменьшает степень страховых выплат, сумму на данный процент. Виталий Евгеньевич, большое вам спасибо за конструктивный разговор. Спасибо. Ну а телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с первым заместителем начальника Гомельского областного управления Департамента Государственной инспекции труда Виталием Дюндиковым мы обсуждали вопросы, касающиеся охраны труда и производственного травматизма. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. В ночь на минувший четверг японский остров Хоккайдо погрузился во тьму. Без света остались 3 миллиона домов. В этом районе было зафиксировано землетрясение магнитудой в 6,7 балла. После этого на острове произошло еще 22 менее мощных толчка. 20 человек числятся пропавшими без вести. Один погиб, полсотни пострадали. И это к тому, что за сутки до этого в стране бушевал тайфун Джеби. Люди снимали, как ветер разрушал кровлю, переворачивал машины и срывал бигборды. За звание самого неудачного грабителя года теперь может побороться еще один американец. В момент ограбления мужчина умудрился не только уронить оружие, но едва не потерять штаны. Все произошло в магазине по продаже электронных сигарет. Подойдя к прилавку, грабитель так резко вытащил из-за пояса свой пистолет, что не удержал его и уронил на пол, где стоял продавец. Девушка подняла оружие первой, чем и обратила на летчика в бегство. Покидал салон мужчина с позором. По пути с него стали падать штаны. В общем, не ограбление, а полный смех. Правда, надо отдать должное реакции и храбрости продавца. С этим у девушки все в порядке. Был один, а стало два. Поезд разрубил фуру пополам. Водитель грузовика заехал на переезд в тот самый момент, когда на перерез двигался пассажирский состав. Локомотив оторвал от тягача прицеп и унес его далеко от места столкновения. И вот результат. Благо, остался жив. Следующие кадры из Красноярска. Там трубу из 15-этажный дом свалили за несколько секунд. Процесс снимали на специально установленную камеру наблюдения. Сообщается, что ТЭЦ в этом районе давно устарела. И здание решили снести методом направленного взрыва. В крымском сафари-парке Тайган Лев залез в машину с туристами и неожиданно начал обниматься. Никто не убегал, паники не было. Оказывается, питомник как раз известен тем, что его постояльцы ведут себя как обычные кошки. Лев запрыгнул к людям в открытую машину во время экскурсии. Он буквально согнал с места водителя и начал требовать от пассажиров ласки. Кажешь, всем здравствуйте. Кажешь, кто хотел снять поближе. Кажешь, кто хотел снять поближе. Судя по описанию, на людей напал любвеобильный лев по имени Филя. Пользователи сети шутят, мол, скоро он сдаст на права и сам будет возить туристов по вольеру. Парк считается крупнейшим в Европе питомником львов и других крупных млекопитающих. И еще одно любопытное видео. Не совсем типичный гость наведался к американке из штата Каролина, США. На задний двор ее участка пришел медведь, который устроился в гамаке и начал в нем качаться. Немного отдохнув, хищник ушел, но через некоторое время вернулся и продолжил качаться в гамаке, изредка издавая рев от удовольствия. Оказывается, простые человеческие радости не чужды даже медведям. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Продолжение следует...